Но мужчину, между прочим, нужно не только найти, но и удержать. Статистика неутешительная. Например, в прошлом году в столице России развелись около 40 тысяч пар. Об этом сообщает агентство Москва. Но о том, как освежить у Гаши отношения, нам сегодня расскажет сексолог Ольга Штерн. Ольга, доброе утро. Проходите, пожалуйста, доброе утро. Доброе утро. Вот такую вот мы сейчас освежим утешительную статистику. Доброе утро. Смотрите, что делать, если, например, пара прожила вместе уже в браке, ну, например, лет 10. Да даже 5 уже. Да даже 3. Долгое время. Долгое время. Вот что делать, как освежить отношения, чтобы, например, не начать изменять вдруг? Чем черт не шутит? Одна из очень частых причин, почему мужчины изменяют, это отсутствие флирта. Потому что, когда уже, я знаю, что мужчина рядом, что вот он у ноги, можно сказать, и никуда он не денется, то, ну, господи, да ладно, да не накрашены. И так сойдет. Да огурцы одену, а здесь вот замотаю, ну, как же я должна красиво наработаете. А прямжики можно коленки такие вот оттянутые носить. Соответственно, важно не забывать о том, что мы женщины, мы красивые. И самое важное, мужчины, они большие визуалы. И важно внешне... Мужчины визуалы. Безусловно. Мужчинам очень важно, чтобы я и дома ходила красивая, в платьице, не в коленках, да, вот этих оттянутых. А если, а как женщине, наоборот, как мужчине себя вести, чтобы не надоест своей жене? Подарки. Очень банально. Не забывайте про подарки. Любые? Не забывайте внимания. От маленьких, да. Да, они, ну, мы, конечно, мы любим ушами, мы такие большие чебурашки, да, и, конечно же, мы любим подарки. Маленький. Цветочек принес, да, там, колечечко, если что-нибудь, ну, просто так вот захотите. Хорошо, а вот если, например, они 20-30 лет живут вместе, и вот у меня была такая история, что моя преподавательница, они, к сожалению, развелись со своим мужем через 30 лет. Да, так бывает. Как вот сделать, чтобы остановить такое? Вот, можно вбежать в последний момент? Ну, смотрите, есть такой момент, да, что любые отношения, если их не развивать, не вкладывать, они имеют тенденцию на снижение. Соответственно, ну, нужно разобраться, смотреть в каждой отдельной ситуации. Например, мужчина может очень любить эротические фото. Так, задача женщины периодически устраивать ему эротические фотосессии. Там даже селфы. Даже в 50 есть возможность сняться красиво, современные технологии, современные обработки фотографий. Фотосессии шикарные есть, да. И там, ну, мы можем много чего сделать с помощью удивительных, да, разных моментов. Не забывать про хвальбу мужа, да, они говорят, что, боже, какой ты прекрасный, какой ты фантастический любовник, как ты удивительно все делаешь, да, и не забывать восхищаться, что, о, боже, как ты божественно приготовила ей жизнь. Ой, мой бог, какой ты фантастический. Скажите, а вообще, вот, ну, раньше, так как нас очень многие смотрят, им уже сейчас за 30, за 40, за 50, вот как сексуальную жизнь вообще как-то, ну, вот разнообразить? Что-то, может быть, почитать, посмотреть? И вообще, многие стесняются этого? У нас ведь не учили это? Да, есть такая песня, не надо стесняться, вот это. Как говорила классика, как говорила. Да, по классике, не надо стесняться, и важный момент, женщинам тоже надо проявлять инициативу в любви, да, потому что мы привыкли, ну, я же девочка, я вот должна вот так вот сесть, и мужчина сам подойдет. То есть ты не сполнишь этим сейчас? Наоборот, мужчины жалуются, говорят, Толь, ну, почему, вот сколько мы живем, а она все никак, все я, да я, как будто мне больше всех надо, ну, и расстраиваются. Ну, то есть, в общем, не надо стесняться. Не надо стесняться. Говорите о любви, говорите о том, что мы делаем ночью. Спасибо, друзья, напомню, что у нас в гостях Бласик Солок Ольга Штерн, и мы говорили о том, как освежить отношения. Мы уходим на небольшую рекламу, а вы оставайтесь вместе с нами.